Прям подписчикам-гостям, я Джетли, и сегодня мы с вами будем мыть голову. Казалось бы, да, что тут такого сложного? Помыть голову. Но не всё так просто, потому что сегодня мы будем делать глубокую очистку. Я не могу открыть соду для того, чтобы сделать глубокую очистку. Придётся, придётся её... Вот, я её проковыряла, короче, для глубокой очистки. Нам нужен тазик с водой. Вы его не видите, но он здесь есть. В нём, ну, наверное, примерно 3 литра воды. Главное, чтобы туда телефон не упал, а то это всё. До свидания будет. Просеф. Как я буду на работе? Время проводить. На литр воды нам нужен. Нужно. Одна столовая ложка соды, но так как тут, ну, наверное, побольше. Наверное, я положу 4 ложки соды. О, 2, 3, 4. Далее нам нужен ялочный уксус пищевой, 6-ти процентный. 2 столовые ложки на литр воды. Это сколько я должна вылить? Всё, что ли? Ну, 4-6? Я 3 положила ложки? А? Помогите! Я не помню. Ну, предположим, 3. Раз. О, два. Три. Четыре. Пять. Шесть. У меня так нравится реакция. Круто. Ну, давайте ещё 2 положим ложки, да? Всё, замечательно. Уксуса больше не осталось. Чем я буду делать курочку? Короче, это типа у нас безопасная кислотность. А, пыры-пыры, все дела. Но, давайте ещё добавим немножко лимонной кислоты. Можно добавить лимонный сок, можно лимонной кислоты. Но так как у меня, ну, достаточное количество лимонной кислоты, я добавлю просто лимонную кислоту. Лимонная кислота это одна чашка на весь таз. Одна чашка. Одна ложка на весь таз, а то сейчас это... Чашка лимонная кислота. Как хорошо-то, а? Газировка, смотри. Это газировка. Я сделала газировку. И ещё я добавлю одну чашку. Одну чашку опять, почему у меня в чашках всё измеряется? Кто-нибудь, подарите мне ложку в виде чашки. Короче, одна чайная ложка соли на литр воды, вот, морской соли. Ну, я добавлю три ложки, да, чего уж там. Ну, давайте четыре добавим. Вот так вот. Ещё можно добавить эфирных масел. Ну, на самом деле у меня много масел, но просто рядышком есть только ванильное. Я им не хочу добавлять. Я обычно добавляю масло и ланг-ланга или что-то в таком роде, в таком духе. Ну, и всё. Всё. Теперь это надо растворить. И лежать в этом растворе своими дредами около получаса, там, часа. Ну, 30 минут точно надо пролежать. Так, ну вот, окунуть дреды в получившийся раствор. В смысле на 5 минут? Мне казалось на 30 минут. Вот, необходимо промыть дреды обычной водой, промывать волосы до тех пор, пока стекающая вода не станет полностью прозрачной. Ну вот, сейчас мы будем с вами это всё делать. И, возможно, вы не знаете, да, но эти уши у меня снимаются. И я вот их сняла. Я вот не знаю, как я в это ложиться буду. Возможно, это всё надо было делать в ванной, да? Да. Наверное, да. Ну, просто я думала, что 30 минут лежать надо. А, тут оказалось 5. Интересно, мне волосы могут раствориться, если я перележу в этом? Каковы ваши мысли? Вот тут прям волосы очень мягкие стали. Прям такие очень-очень мягкие, как будто я их, не знаю, кондиционером, наверное, обработала. Вот. Но чистку надо делать перед подплетением. Потому что после мытья волосы пушатся. А если вы подплетётесь и помойте голову, то всё ваше подплетение пойдёт к коту под хвостом. Внимание! Бабушкин рецепт. Для того, чтобы волосы начали расти как безумные, надо всего лишь взять тазик и продолжение после того, как скинете донаты. Нет, пишите продолжение в коммент. Как-то самый смешной коммент. Лайкну, короче, кину 200 рублей на телефон. Если хотите страничку с нюдисами на OnlyFans, пишите в комментариях об этом. Давайте как-то проверим, как у нас голова поживает. Вот этим волосам очень хорошо уже. Прям очень хорошо. Хотите видео про мои носочки? У меня есть новые носочки. Видео, как я меряю носочки. Да, посмотрел? Тогда я хочу новые носочки. Помогите, я не могу выбраться. Я застряла. Смотри. Охренеть. Просто. Вот так вот. Круто, да? Ну вот я помыла голову. По ощущениям дреда стали чище. Водичка как бы испачкалась, стала желтая такая, непрозрачная. И теперь осталось только сделать нормальное подплетение, чтобы у меня там мастер все выровняла. Там вот волосиков вот этих вот не торчало, которые уже отросли довольно сильно, чтобы они заправились в дреды. Дреды, конечно же, так просто не высохнут. Вот я их сейчас сушила феном. Сушила феном довольно долго, и они до сих пор еще влажные. У меня они сохнут от 6 до 12 часов примерно. Ну, типа, не. Много, долго. Надо в полотенце их заворачивать, и, короче, с этим уже жить дальше, пока они не высохнут. С этими волосами все гораздо прозаичнее, потому что я их и так мою раз в два дня. Но по ощущениям они как бы тоже стали чище. Очень странно. Вот. Так что можно, наверное, в принципе, и без дред такой рецепт использовать, но в качестве ополаскивателя, потому что в основном он же вымывает грязь, а на распущенных таких волосах грязь смывается и обычным шампунем. Так что если просто как ополаскиватель использовать, чтобы волосы смягчались, то тогда, наверное, нормально будет. Ну вот, собственно говоря, примерно так моются дреды. Но это глубокая очистка, она используется где-то раз в полгода, раз в год, ну, по мере того, как, ну, чувствуешь, что дреды уже загрязнились, их прям надо конкретно мыть. А так примерно таким же способом, ну, не таким же, я просто беру шампунь, мочу голову, намыливаю дреды, мою их, всё. Вот. Ну, желательно не чаще раз в месяц это делать, потому что иначе дреды могут начать пушиться, ну, они как бы, да, так делают. Вот. Ну, всё. Это всё, что я хотела показать. Так, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, если у вас есть дреды, то вы можете добавить это видео к себе, ну, и просто так добавляйте его к себе, там, в соцсети. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочка на неё лежит в описании. И, собственно говоря, всем пока! Я застряла. Я видела порно, который так начинается. Ну, я, кажется, серьёзно застряла. Помогите. Не знаю, что делать. Вы меня покормите? Я просто... Всё.